А ты вообще фрукты любишь? Да. Какие? Яллоки и бананы. Третьи классики 5-й Барнаульской гимназии сегодня первыми дегустируют фрукты в школьной столовой. Конечно, такое разнообразие в тарелке здесь по случаю дня здоровья. Но в школьном рационе овощей и фрукты обязательно присутствуют, правда, чаще в термической обработке. Вообще у нас используют фрукты для приготовления блюд. То есть получается у нас каша идет, допустим, яблоко, ягоды у нас, большое разнообразие напитков. То есть есть напиток из вишни, из смородины, клюквы, клубники, также напиток из сухофруктов. То есть все эти продукты у нас используются. По статистике, для нормальной работы организма детям до 7 лет нужно съедать 460 граммов овощей и фруктов, тем, кому от 7 до 11 уже 650, после 12 лет почти 700 граммов. Мы, работая по проекту «Здоровое сердце ребенка», к сожалению, оцениваем физическое развитие и работу сердца. И видим, что рост ожирения и избыточной массы тела растет с каждым годом. Сегодня в рамках проекта обследовали учащихся 5-й Барнаульской гимназии. Всего по итогам 6 лет работы проекта здоровье проверили у 72 тысяч детей региона. 22% из них нуждались в дополнительном кардиологическом обследовании. Пищевые привычки нужно менять, уверен врачи. Овощи и фрукты являются источником витаминов, макро-микроэлементов, различных аминокислот. То есть они способствуют развитию, правильному развитию, росту ребенка, укрепляют иммунитет. Основная цель школьных дней здоровья – донести не только до школьников, но прежде всего до родителей. Что овощи и фрукты – это не просто вкусно, но и полезно. Ведь добирать их нехватку придется все-таки дома. Школьное меню может компенсировать лишь часть от необходимого в сутки. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.